Всем привет! Меня зовут Майя Луткова. Сегодня я в Южном Бутово. Здесь все никак не могут достроить два жилых дома. Без денег и жилья остались больше 500 семей. Они никак не могут получить ключи от своих квартир и вынуждены одновременно и платить ипотеку, еще и снимать жилье. Сегодня мы выясним, почему застройщик никак не может сдать этот объект и как долго еще остается ждать дольщикам ключи от своих квартир. Ну а вы в свою очередь поставьте лайк под этим видео, чтобы о проблемах дольщиков узнало как можно больше зрителей ютуба. Ну что, погнали! Микрорайон Новая Бутова считается комфорт-классом. 13 корпусов уже готовы и даже заселены. Здесь, видите, очень много местных жителей уже завелось. А вот два оставшихся корпуса находятся вот в состоянии скелета. Происходит полное безобразие. Мы купили двухкомнатную квартиру, приобрели еще в прошлом году. 30 сентября мы должны были получить ключи. Ну, соответственно, задержка стоит пока еще голый скелет. Взяли кредит достаточно большой, порядка 6,5 миллионов. 46 тысяч ежемесячно я плачу банк открытия ипотеку. Это под 9,5 процентов. И плюс еще не съем расходы за проживание. Также плачу сейчас в данный момент ипотеку. Мы в шестером живем на 40 квадратных метрах. Обещали дом сдать вовремя. Даже поговорили о том, что его сдадут раньше положенного срока. На данный момент я сомневаюсь, что его сдадут в ближайший год или два. Мы же понимаем, что вы не сдадите дом ни через год, ни через два, ни через три. С 1 октября, по идее, мы должны были получить ключи. Если не трогать эту ситуацию, дом не сдаться никогда. Смотрите, как близко дом находится к линии электропередач. Странная ситуация. Это, мне кажется, небезопасно. Недавно дольщики попытались пройти на территорию стройки, чтобы посмотреть, насколько качественно выполняются работы. Но их оттуда выгнали. Челый зашел. Кто такой? Перетелефон. Позвони. Прокиньте территорию. Эй, пожалуйста, прикасайтесь. Территорию прокиньте. Дали нам понять, что мы, в принципе, никто. Прав никаких не имеем. Вход на стройку нам запрещен. В нашей беде виноваты сразу три юрлица. Это МД Групп, это застройщик Апрель и генеральный подрядчик МИСК. Потому что МИСК занимается строительством. Апрель контролирует, а МД Групп не контролирует тот момент, что строительство ведется не согласно строительным нормам, не соответствует санитарным нормам. Нарушено все, что только можно нарушить. Мы проходили мимо стройки, просто посмотреть, как идут дела и так далее. И мы увидели, что по всему стояку, там, где планируется наша квартира, нет окон. Это наш корпус, в котором мы приобретали квартиру. Комната моего ребенка должна выглядеть вот так. Узкая дверь и окно. Это выход на балкон. Выглядит это, к сожалению, вот так. Только узкая дверь. То есть это такая маленькая комнатка, квадратная, как чулак. Как чулан будет выглядеть, потому что окон нет, сбоку их нигде абсолютно не сделаешь. И выход только окно на балкон должно быть. Это все освещение, которое может получить мой ребенок. Обалдеть. У меня ребенок не крот, у меня ребенок человек. Он должен жить в хорошо освещаемом повещении. Как вы себе представляете, люди взяли квартиру, комнату с окном, они заходят. Это по факту, это же не комната, это же чулан для хранения вещей, потому что там нет окна. Мы писали заявление застройщику, ответ мы не получили. Письмо ему было вручено, мы получили уведомление. Ответа нет до сих пор. Дольщики заметили, что у них нет балконов, которые есть в персональных ДДО. Вот по проекту балкон есть. По факту, вот залитый монолит, нету вот перекрытий балконов. То есть на 15 этаже у них нет потолка, потолочной плиты перекрытия балкона. На 16-м нет пола. Мы сообщили об этом застройщику. Оказывается, их просто там забыли залить. Безобразие полнейшее, как можно использовать проект, документацию разработанную, и заливая монолитные конструкции, просто-напросто не сделать пол или балкон. Смотрите, по поводу стен. Задали вопрос, почему кладут стены. Изначально кладут кирпич, потом непонятно, какой там утеплитель, как его будут крепить к пеноблокам. Ответ был таков. Нам так удобнее. То есть мы спросили, как, почему так нельзя строить, а нам все равно, нам так удобнее. Мы переживаем, что будет плесень. Это для нас просто шокирующая ситуация, потому что у моего ребенка проблемы со здоровьем. У него аллергия на плесень. Плесень ведет к астме, понимаете? И очень странно, что это все происходит именно на территории Москвы. АУМИСК выполняет также строительство не только нашего корпуса, но и двух домов по реновации. Удивительно, что такие допущения, которые мы видим здесь, на нашем строительном объекте, выполняет компания, которая в том числе ведет реновацию в городе Москве. Вы мне скажите правду. Вы же общаетесь с нами, как с умолешенными. То есть они, знаете, избрали с нами ироничность, нисходительный тон общения. К ним приезжаешь, им звонишь, заходишь в офис. Либо их нет никогда, либо они прячутся. Мы обратились к президенту. На данный момент наше обращение переправлено почему-то в Московскую область. Хотя в обращении указано, что это город Москва. Мы обратились дальше к Собянину, к мэру города Москвы. Опять же, ответа не последовало. Значит, мы несем сейчас на данный момент большие риски, потому что дом и финансовые средства, вложенные нами, счетам эскроу не подлежат. И в случае банкротства данной компании и застройщика, мы просто-напросто останемся без денег. Это очень большие финансовые риски для меня, моей семьи и всех дольщиков в этом доме. Я считаю, что в этой ситуации обязательно нужно услышать вторую сторону конфликта представителей застройщика или подрядчиков. Так что вот сейчас как раз с дольщиками попробуем позвонить. Кажется, у них есть номер телефона. Есть такой сказочник. Он называет тебя представителем, собственником. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, это Колпикова. Вот скажите, когда я получу ключи от квартиры? Света, а у вас когда написана дата получения ключей от квартиры по уведомлению? До 30 сентября 2020 года. То есть я уже две недели должна быть как собственником. Нет, Света, у вас есть уведомление о том, что перенесены сроки. На год, до 30 сентября 2021 года. Вот вы так решили, а я-то не подписала доп. соглашение, я же не согласна. А при чем здесь доп. соглашение? Ну, я не согласна, что вы перенесли на год. То есть вы гарантируетесь, что через год я ключи получу, да? Ваш тут вопрос в том, что тут было принято решение не нами. А кем? Правительством Российской Федерации. О переносе сроков инвестиционных строительных площадок. С продвением разрешения на строительство на год. Срок разрешения на строительство и окончания строительства. Какого там, 30 сентября 2021 года, насколько я помню. И я получу ключи 30 сентября 2021 года, безусловно. Я думаю, что вы получите ключи раньше. Ну, нам остается только верить, нам больше ничего не остается, потому что... Ну, Света, а у нас всем остается только что-то делать где-то. Нет, ну... По данным проектной документации, которая есть, на данном объекте должно присутствовать только 150 рабочих. Смотрите, работы на стройке действительно идут, но рабочих здесь гораздо меньше, чем 70 или даже 40. Я насчитала 3. А, ну, вон еще один четвертый и пятый, шестой в экскаваторе. Ну, шесть. Стройка у нас практически остановлена. Строителей на стройке бывает крайне мало. Мы хотим, чтобы этот дом был достроен как можно быстрее, потому что проблема жилья действительно актуальна не только для меня, но и для других дольщиков, которые принимали участие. Если бы мы не связались с новостроем, мы бы, честно говоря, не знали, что могут существовать такие проблемы, что могут неправильно строить, что может не быть окон, что могут балконы быть недолитые, что... Мы, кстати, страшно под этими балконами ходить, как оно будет в дальнейшем. В принципе, мы были абсолютно уверены в том, что мы получим вовремя ключи, мы были уверены в профессионализме, скажем так, нашего застройщика. Получается, пока ты не будешь биться, ты не будешь о себе говорить, застройщики могут говорить все, что хотят. От себя я могу добавить лишь одно. Если вы вдруг оказались в подобной беде, не боритесь в одиночку. Обязательно объединяйтесь с другими дольщиками. Так вы будете услышаны, так вы сможете достучаться и до застройщика, и до местной власти, и попытаться сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, как эти смелые, неравнодушные люди. Я очень надеюсь, что эти жилые корпуса все-таки достроят, и дольщики получат ключи от своих квартир, даже если это случится через год, как пообещал по телефону представитель застройщика. Мы продолжим освещать проблемы дольщиков в этом YouTube-блоге, так что пишите в комментариях обязательно, если вдруг вы тоже столкнулись с подобной ситуацией. Ну и вообще, делитесь своим мнением по поводу проблемы. Жду вас внизу. Меня, как всегда, зовут Майя Луткова. Лайк, подписка и колокольчик. Все с вас. Сами знаете, что делать. Нажимать. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры подогнал «Симон»